Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые пациенты, родственники, уважаемые коллеги. На самом деле это большая честь принять участие в работе школы. Для меня это дебют. И я надеюсь осветить ту часть, которую мне поручили осветить, максимально доступно для вас. Поэтому все вопросы, все комментарии, пожалуйста, приветствуются и максимально полно я постараюсь на них ответить. Темой моей презентации являются осложнения химиотерапии. Подскажите, по-твою сторону. Все, наверное, получилось? Мне кажется, перейдем. Вот так, вперед. И туда, в общем, пробуем. В принципе, ни для кого не секрет, что уже на протяжении последних десятилетий химиотерапия является одним из эффективных методов лечения опухоли. И основной механизм действия химиопрепаратов, цитостатиков, гормональных препаратов – это воздействие на клетки опухоли. Таким образом, что происходит замедление их размножения или прекращение, это приводит к уменьшению размеров опухоли, в принципе, к тем эффектам, которые мы и достигаем. Но, к сожалению, химиотерапия обладает неспецифичностью. То есть помимо клеток опухоли повреждаются и клетки здоровых тканей и органов. И, конечно же, в первую очередь это касается тех органов, тех систем организма, которые довольно быстро пролиферируют, делятся. Это волосяные фолликулы, поэтому, к сожалению, пациенты могут потерять волосы. Обычно это обратимая реакция. Это клетки слизистой оболочки кишечника и ротовой полости, поэтому явления воспаления в ротовой полости, жидкий стул или диареи отмечаются довольно часто. Это, конечно же, костный мозг, поскольку клетки костного мозга наиболее часто, наиболее быстро возобновляемые клетки. И поэтому, к сожалению, именно со стороны этих органов и систем наиболее часто определяются осложнения лекарственного лечения. Но, как мы видим, подавляющее большинство, почти 90% всех осложнений, затрагивает как раз-таки систему крови и пищеварительный тракт. В принципе, очень большой объем информации, которую можно, я думаю, посвятить и последующие наши школы. Поэтому я сегодня остановлюсь только на осложнениях со стороны органов пищеварения, потому что, действительно, это очень большая группа осложнений. И пациенты, как правило, в той или другой степени сталкиваются с этими неблагоприятными последствиями. Можно, думаю, что имеет смысл обратить внимание на то, что осложнения и врачами, и, конечно же, пациентами по своим ощущениям делятся на степени выраженности. И, в частности, Всемирная организация здравоохранения выделяет, по крайней мере, три степени тяжести осложнений. Первая степень – это минимальные проявления, которые пациент отмечает, он может даже не сообщить об этом доктору или сообщить при детальном расспросе. В принципе, такие изменения, которые не вызывают изменения в самочувствии, могут только отражаться, например, в анализах или в каких-то таких моментах. Пример – это выпадение волос после химиотерапии или некоторое снижение лейкоцитов по данному анализу крови. Как правило, эти осложнения первой степени не требуют никакого лечения. Но в том случае, если осложнения и химиотерапии уже влияют на повседневную активность пациента, уже беспокоят его в ежедневной его деятельности и вызывают изменения лабораторных анализов, то здесь возникает необходимость начала лечения. И здесь уже, конечно же, без помощи доктора лечащего, конечно же, с этой степенью осложнений пациент сам справиться не может. И уже здесь, конечно, акцент на максимально доверительное, максимально полное взаимопонимание между лечащим доктором и пациентом, она, конечно же, выходит на первый план. Поэтому мы всегда при беседе с пациентом просим сообщать о любых. Пускай это будет казаться несущественным или, может быть, необоснованным беспокойством. Лучше их озвучить, потому что доктор знает начальные признаки чего эти жалобы могут быть. Ну и, конечно же, третья степень осложнений – это по возрастающей, более серьезная. Здесь уже необходимо активное лечение. Бывает необходима госпитализация пациента. Бывает необходимо отсрочить начало следующего цикла химиотерапии или введения лекарственных препаратов. Уменьшить дозу препаратов. И, опять же, очень важно, чтобы до третьей степени осложнений пациент не доходил, находясь дома. То есть доктор должен знать, что у пациента по нарастающей появляются какие-то жалобы и своевременно вовремя принять определенные лекарственные и лечебные мероприятия. Ну и со стороны печалительной системы, какие же наиболее часто осложнения отмечают при проведении лекарственной терапии? Прежде всего, конечно же, химиотерапия. Это тошнота и рвота, это жидкий стул или диарея, и стоматит или общее название мукозит. От латинского слова мукоза – слизистая оболочка. В принципе, здесь стоматит, то есть воспаление в ротовой полости, отражает тот процесс, который может вовлекать и незадлежащие отделы пищеварительного тракта, пищевод, кишечник. То есть, в принципе, это такое видимое и пациенту, и врачу проявление той проблемы, которая может быть скрыта. Поэтому, на самом деле, очень важно своевременно информировать об этом, своевременно выявлять эти моменты и, скажем так, принимать адекватные воздействия. Что же такое тошнота и рвота? К сожалению, это те неблагоприятные последствия химиотерапии, которые даже уже в 21 веке, казалось бы, отмечают подавляюще выше 100 пациентов. И в странах Западной Европы, и в странах Соединенных Штатах Америки, и в России, конечно же, до 80%. То есть, в принципе, 8 из 10 больных отмечают те или другие проявления тошноты и рвоты. Ну, если говорить на медицинском языке, то тошнота – это то неприятное ощущение приближающейся рвоты, которое, ну, скажем так, это субъективное ощущение, мы не видим никаких клинических проявлений. Это жалоба сугубо, скажем так, ощущения самого пациента. А рвота – это уже активный процесс выброса содержимого желудка через пищевод, через рот из-за сильного сокращения мышц диафрагмы и брюшной стенки. Причина развития тошноты и рвоты, опять же, несмотря на то, что на пороге 21 век, она до конца неизвестна. И, в принципе, основное, конечно же, не вызывающее сомнений компоненты развития тошноты и рвоты – это то, что химиопрепараты, лекарственные препараты, они вызывают высвобождение, при своем, скажем так, метаболизме, при своем обмене в организме, высвобождение определенных молекул химических, которые воздействуют на рецепторы, то есть на определенные клетки и в пищеводе, и в желудке, и в головном мозге, и запускают, так называемый, рвотный рефлекс. Рвотный рефлекс, который проявляется как раз вот теми симптомами, которые мы только что осветили. Ну, как я уже говорила, проблема, к сожалению, до сих пор очень острая. Для большинства пациентов это очень, скажем так, частая и очень беспокоящая жалоба. И если мы посмотрим на динамику жалоб пациента на протяжении уже практически 30 лет, мы видим, что тошнота и рвота занимают лидирующие позиции среди всех жалоб. Наряду с такой, скажем так, косметической и, конечно, психологической большой травматической осложнением, как потеря волос. В зависимости, виды тошноты и рвоты выделяют в зависимости от времени их возникновения. В принципе, отчет производится с момента введения препаратов, как правило, это внутривенное введение препаратов. И мы видим, что в первые сутки возникает, так называемая, острая тошнота и рвота, а ближайшие пять суток после введения препаратов отсроченная. И, кроме того, выделяют отдельно преждевременную рвоту или рвоту ожидания. Она возникает когда? Когда при последующих циклах химиотерапии пациент ожидает введения препаратов с негативным ощущением, и тошнота и рвота возникают даже до введения очередной дозы лекарственных препаратов. Когда это возникает? В том случае, если на самом первом цикле химиотерапии, при самом первом введении нет адекватной профилактики тошноты и рвоты. То есть, в принципе, это, наверное, те осложнения, которых не должно быть вообще. Если мы обеспечиваем профилактику, если при первом введении препарата не возникает этих неприятных ощущений, то пациент, конечно же, не готовится к очередному циклу со страхом, с негативом, с ожиданием таких неблагоприятных последствий. К сожалению, пациенты часто могут не сообщать о развитии данных осложнений, и причины совершенно разные. Здесь такие основные, ну, наверное, заблуждения правильно сказать. В принципе, те постулаты, которые у пациентов часто имеются в сознании, они просто связаны с недостаточностью информированности. То есть, наверное, верно больше докторов, что они своевременно не акцентируют внимание на некоторые моменты. В частности, многие пациенты думают, что тошнота и рвота обязательно сопровождают химиотерапию, и даже, более того, говорят об их эффективности. Если нет рвоты, то химиотерапия не помогает. Конечно же, это не так. Часто пациенты имеют некоторое стеснение, скажем так, нежелание беспокоить без повода, как им кажется, врача или медицинский персонал. Это тоже неправильно, потому что наша работа, работа и врача, и медицинской сестры – это максимальное, скажем так, обеспечение максимально благоприятного, комфортного проведения лечения. Поэтому любые жалобы, любые неприятные ощущения, они должны сразу же своевременно озвучиваться. Это будет абсолютно, скажем так, комфортный, абсолютно конструктивный подход, который поможет в дальнейшем такому тесному взаимодействию между пациентом и доктором. Многие пациенты боятся, что жалобы на такие осложнения приводят к отмене химиотерапии. Тоже, конечно же, это абсолютно неправильно. И самое такое, наверное, неправильное заблуждение – это то, что сейчас нет эффективных средств для лечения или для профилактики, то есть для предупреждения этих осложнений. На самом деле это также не так. Много существует и факторов риска развития тошноты и рвоты. И, в принципе, и мы знаем, и мы пытаемся объяснить пациенту, есть или нет те или иные предрасполагающие факторы. Конечно же, это, в первую очередь, особенности химиопрепарата, которые используются. Существует три степени потенциала лекарственного препарата в зависимости от их способности вызывать тошноту и рвоту. И есть ряд препаратов, я думаю, что, конечно же, многие пациенты сталкивались с ними – тасплатин, высокие дозы циклофосфамида, доксорубицин и так далее, которые обладают довольно высокой способностью вызывать эти осложнения практически у 100% пациентов. Разумеется, если препарат используется не один, а их несколько в комбинации, то вот эта способность вызвать эти неблагоприятные моменты, она, конечно же, усиливается. Индивидуальные особенности пациента тоже имеют очень большое значение. Если пациент молодого возраста, подросток, молодая женщина, если имелись эпизоды токсикоза во время беременности, если в анамнезе такие жалобы на укачивание во время перемещения в транспорте, если такой фактор, не знаю, насколько он хороший или нехорош, редкое употребление алкоголя. К сожалению, пациенты, употребляющие алкоголь интенсивно, как правило, они очень редко предъявляют жалобы на эти осложнения. Поэтому как раз молодые пациенты, молодые женщины – это, наверное, группа особого риска. И, конечно же, ограничение двигательной активности. Вот это представление о том, что движение – это жизнь, оно, наверное, имеет под собой основы со всех сторон. И в том числе активное движение на свежем воздухе, насыщение мышц, насыщение организма кислородом – это все меры профилактики тошноты и рвоты. Поэтому, когда мы утром делаем обход очень часто в отделении и говорим, ну а теперь, пока у вас до химиотерапии еще есть время, пока сестра разводит препараты, у вас есть час-полчаса, сходите погуляйте, посмотрите на деревья, посмотрите, покормите уток и так далее. Это не просто так. Это как раз-таки одна из мер профилактики вот этих осложнений. Ну и, в принципе, на самом деле арсенал препаратов, которые обеспечивают профилактику и лечение тошноты и рвоты, очень большой. И, в принципе, комплексное использование этих препаратов, оно обеспечивает профилактику практически 95-96%. Да, вот если такая, опять же, сухая медицинская наука, то практически у 100% пациентов можно обеспечить полноценную профилактику этих осложнений, когда пациенты не будут ощущать вот этих вот неприятных вещей. И здесь перечислены группы, разумеется, вам не нужно их запоминать, доктора их знают и, в принципе, как правило, назначают. Это группа препаратов андоситрон или зафран. Их принимают и внутривенно, и после введения препаратов до 5 дней, как раз, когда есть риск срочной рвоты, пациент может принимать их самостоятельно в уже домашних условиях. Такой препарат, как апропитант или фосапропитант, препарат и для таблетированного приема, и для внутривенного, тоже высокоэффективный препарат. Его разработка, его внедрение в клиническую практику, наверное, уже, может быть, последние 5-6 лет, это, в принципе, драматическое улучшение профилактики этого осложнения. Если препараты первой группы – это защита, скажем так, каждого 80% пациентов от ташнотой рвоты, то препараты МЕНТ – это до 95-96% как раз-таки профилактики на протяжении ближайших 6 суток. Поэтому комплексная профилактика ташнотой рвоты по всем международным стандартам – это использование и этого препарата. И также в противорвотные препараты относятся кортикостероиды, дексаметазон. Также не стоит бояться этих препаратов. Часто пациенты говорят, а не вредно ли мне назначение гормона? Это кратковременное, однократное введение, которое, в принципе, оказывает свое, в том числе, и противорвотное действие, и из организма довольно быстро выводится. То есть никаких последствий, кроме эффекта, которые добиваются лечащий врач, в принципе, не бывает. И царукал, мотилиум – наши известные препараты, они используются, как правило, уже для лечения отсроченной ташнотой рвоты. То есть на пятые, на шестые, на седьмые сутки до десяти дней после введения препаратов можно использовать за полчаса до еды по одной-две таблетки этих препаратов. И в редких случаях, в частности, когда пациент беспокоится, когда он негативно относится или ожидает развития этих изложнений, это использование седативных препаратов, транквилизаторов, которые успокаивают, которые вызывают такой вот лекарственный сон, седацию. То есть, в принципе, тоже обеспечивают профилактику этих осложнений. И очень важный, скажем так, аспект, в котором должны добиваться и мы, и, конечно же, в интересах наших пациентов – это полный контроль над тошнотой рвоты. И когда полностью отсутствует рвота, это, в принципе, та цель, которой мы добиваемся. Рвоты не должно быть. Или минимальные признаки тошноты. И частичный контроль, когда однократный эпизод рвоты или умельная тошнота отмечается у пациента. Очень, конечно, важный вопрос – это какой же образ жизни вести и как питаться при проведении химиотерапии, чтобы как раз этих осложнений, по крайней мере, эта группа осложнений максимально смягчить и обеспечить профилактику. Ну, как раз то, что я говорила – двигательная активность, свежий воздух, дыхательная гимнастика. Ради бога, открыть окно в палате или выйти на балкон, подышать свежим воздухом – это всегда только на пользу. Обязательно нужно питаться. Многие пациенты считают, что в день химиотерапии нужно соблюдать голод. На самом деле голод усиливает тошноту. Поэтому есть нужно обязательно и до введения препаратов, и в течение всего дня после введения, и но небольшими порциями, и медленно пережевывая пищу. Нужно избегать, конечно же, употреблять большое количество жидкости вместе с едой, опять же, чтобы не вызывать переполнение в желудке, и чтобы не провоцировать тошноту и рвоту. Нужно, конечно же, исключить в эти дни и продукты с сильным запахом, с резким запахом, и, может быть, меньше пользоваться дезодорантами, туалетной водой, духами. То есть всеми раздражающими веществами, которые могут, скажем так, ну, по перекресту этих вот молекул химических, могут запустить рвотные рефлексы. Лучше исключить, конечно же, жирную, жареную, сладкую пищу. То есть то, что тяжело, то, что, ну, в принципе, просто мало кому полезно. Пища не должна быть очень горячей. Это комнатная температура, еще лучше охлажденная. И, в принципе, особенно касается, конечно, наших уважаемых женщин, лучше, наверное, в эти дни не готовить пищу самостоятельно. Попросите или знакомых, или, может быть, просто есть, скажем так, готовые блюда, да, замороженные, чтобы минимально контактировать с различными компонентами запахов на кухне. И рекомендуется употреблять легкие быстровоспроимые продукты, такие как отварной картофель, йогурты, куриное мясо, отварное мясо говядина, телятина, нежирные бульоны, легкие каши, рисовая, овсяная каша, сухарики. Можно такие легкие перекусы, опять же, больше такие вот сухарики, тосты без масла, то есть так, чтобы желудок не чувствовал голод, и в то же время, чтобы пища была максимально, скажем так, нейтральная в отношении запахов, в отношении температуры и так далее. И, в принципе, с таким, коррекцией питания и довольно активный образ жизни, самое главное, позитивные отношения, ощущение того, что это купируемое, это, скажем так, осложнение, которое лечится, которое лечится довольно легко, оно, скажем так, оно при последующем лечении, оно, как правило, при последующем циклу, как правило, обеспечивает хорошую такую профилактику этих, повторы этих жалоб. Ну и следующее осложнение, которое я говорила, это стоматит. Стоматит – это воспаление ротовой полости, которое тоже примерно у третьих пациентов, даже, может быть, чуть побольше, отмечается при введении обычных режимов химиотерапии. Два механизма основных – это повреждение оболочки, как быстро делящихся клеток, химиопрепаратами, и любое повреждение – это входные ворота для инфекции. А инфекций, к сожалению, в ротовой полости много. И, ну, к сожалению, беда, наверное, просто российских граждан. Это редкое посещение стоматолога, это и дорого, и больно, и так далее, и неудобно. И очень часто пациенты к нам приходят, конечно же, изначально довольно обширными, скажем так, микробными повреждениями в ротовой полости. Они не беспокоят нас, пока лейкоциты нормальные, пока химиотерапия не начата, но в дальнейшем, когда происходит повреждение слизистых оболочек, а защитные свойства организма падают, нет белых клеток крови, то, к сожалению, все это проявляется в виде воспаления во рту. И первые симптомы – это пощипывание, жжение, в дальнейшем, может быть, боли в ротовой полости, изменяется вкус, усиливается слюноотделение. И если осматривать ротовую полость, то мы видим покраснение слизистых оболочек, в дальнейшем уже могут появляться язвочки, могут быть элементы кровоточивости из десен, в частности, при чистке зубов, может быть, отек языка, десен. То есть все то, что не только, скажем так, выглядит, скажем так, не очень эстетично, но это, к сожалению, может привести, при прогрессировании, при ухудшении течения, при отсутствии своевременного лечения стоматита, может привести и к выраженному воспалению, устранению приема пищи к обезвоживанию. То есть, в принципе, при неправильном введении этого осложнения может, к сожалению, проявиться и крайне неблагоприятно. И то, что мы сказали, предрасполагающий фактор – это плохая гиена полости рта, калиозные зубы, наличие зубных протезов, наличие хронических воспалений десен, курение, употребление алкоголя, то есть это ослабление местных защитных свойств ротовой полости, и особенности питания – соленая, острая, пряная, горячая пища – это все, к сожалению, также повреждает слизистые оболочки. Но профилактика – это, разумеется, максимальное санирование ртовой полости до начала химиотерапии. Очень часто мы пациентов до начала лечения направляем все-таки к стоматологу для лечения кариеса, для профессиональной гиены. Это не потому, что нам хочется, чтобы пациент улыбался белоснежными зубами, а именно, чтобы избежать последующих осложнений, которые, еще раз говорю, у каждого третьего пациента довольно выражены. И соблюдение гигиены полости рта на фоне лечения – это обязательная очистка зубов, причем, может быть, даже чуть чаще, чем обычно – это утром, в обед после приема еды, вечером. Это полоскание зубными эликсирами. То есть, в принципе, это все должно требовать определенного и внимания стороны пациента. Ну и если уже стоматит имеется, если он развился, то, конечно же, нужно максимально щадить слизистую ротовую полость и полипитание. Исключать те продукты, которые могут вызывать раздражение во рту. Это кислые фрукты, это цитрусовые. Желательно употреблять довольно большое количество жидкости, особенно в том случае, если при стоматите возникает сухость во рту, больно жевать, то здесь хотя бы восполнять объем жидкости необходимо. И питательные в качестве рекомендации для того, что уже можно есть, это очень удобные питательные смеси для детей, и овощные, и мясные, и молочные. Это творог, йогурты, рекомендуется мороженое, особенно те, кто любит мороженое, это приветствуется. Мягкие сыры, нераздражающие ротовую полость. И, конечно же, тушеные, отварные, на пару приготовленные белковые продукты. Очень важно, вот я тоже хотела обратить внимание, все те ограничения по питанию, которые здесь упоминаются, они только на момент наличия тех или иных осложнений. Опять же, то заблуждение, которое у пациентов есть, и, может быть, я немножко, ну, я хотела бы о нем сказать, пациентам многие говорят, вот у меня опухоль, мне нельзя, наверное, пить молоко, или мне нельзя есть мед, или мне нельзя есть что-то. Может быть, эти предубеждения берутся как раз-таки из тех рекомендаций, которые даются на момент осложнений. Если осложнений нет, если пациент чувствует себя благополучно, если он ведет обычный образ жизни, он может питаться всеми продуктами, которые он ел до этого. Ни один из продуктов не вызывает опухоль, ни один из продуктов, исключение его, не улучшает течение опухоли. То есть питание полноценное, богатое белком должно быть при обычном проведении лечения. Это все обязательно. Обычно мы говорим, представьте подростка, 16 лет, которая занимается в спортивном клубе или играет в футбол. Как мама его кормит? Мама его кормит довольно большим количеством. Хорошего качественного мяса, она не дает ему лишние кондитерские изделия, жирные продукты. То есть вот именно так. То есть организм, к сожалению, на фоне химиотерапии страдает, повреждаются клетки, они должны возобновиться. Чтобы это было, чтобы было возобновление клеток при химиотерапии, это необходимо поступление белка в организм. Поэтому питаться нужно всеми продуктами разнообразно, полноценно, на фоне лечения. Ну и для лечения, в принципе, это и местные противовоспалительные растворы, это и растворы отвары трав, которые, в принципе, известны. Это очень удобный раствор куриного белка, растворенный в стакане воды. Это полоскание раствором Тантумберде, это аэрозолия, яксорал, пропасол, которые мы хорошо знаем. Если имеются язвочки, то можно их смазывать облепиховым маслом, солкосерилом, актовегином. Постилки, которые широко используются для лечения больного горла, саптолитов, рингоцепт. Это все препараты, которые обеспечивают и местную анестезию, то есть местное облегчение болей. И вызывают такое местное, опять же, антисептическое, то есть противомикробное действие. То есть все это в комбинации очень полезно. Разумеется, очень важно, чтобы это было не спорадически, не утром один раз или ночью один раз, на ночь один раз, а буквально каждые 2-3 часа, чередуя растворы, орошение, спреи, смазывание, аппликации. Все это довольно активно этим нужно заниматься. Ну и третья группа осложнений, по времени я… Нет, не вышла из-за лимита. Третья группа осложнений – это диарея или жидкий стул. В принципе, также довольно часто бывает, примерно 25-30% пациентов, то есть каждый четвертый, каждый третий, те или другие проявления диареи отмечает. Это учащение стула, изменение консистенции стула, боли, позывы болезненные на дефекацию. И, конечно же, если это длительно, то может быть и обезвоживание, и присоединение инфекции, которое тоже, к сожалению, бывает часто в кишечнике. И диета, конечно, при диарее должно быть обязательно максимальное ущажение кишечника. В первые дни даже можно именно такое водное больше диета, чтобы кишечник максимально успокоился, был период отдыха. Уменьшение жиров, углеводов, трудно переваривание клетчатки, исключение жирных сортов мяса, рыбы, копчености, маринадов, как раз-таки у цельного молока, он тоже, тоже молоко сможет способствовать поддержанию диареи, кондитерских изделий, тех фруктов, которые вызывают повышенное газообразование, это и виноград, и орехи, и кофе. Газированные напитки, конечно же, нужно исключить. А то, что рекомендуется, это мягкая, жидкая пища, пища комнатной температуры, которая не вызывает, опять же, повышенной нагрузки на кишечник. Это приготовление пищи на пару или отварные продукты, даже куриное мясо, говядина, обильное питье. И крайне желательно, чтобы были минеральные воды, поскольку, к сожалению, теряются и электролиты при жидком стуле. Поэтому теплые, слегка подогретые минеральные воды обязательно без газа, потому что нужно газ своевременно открыть в бутылку, своевременно газ, чтобы был удален. Некрепкий чай. И то, что закрепляет, то, что уменьшает диарею, это отварной или вареный изменить рис, это бананы, это картофель отварной, это каши. То есть эти продукты, которые легко усваиваются и не провоцируют дальнейшие эпизоды жидкого стула. В принципе, то, что я, наверное, успела объяснить. Пожалуйста, вопрос.